Друзья, ну вот опять сегодня читаю СМИ, опять эта певичка, лесбиянка, по-другому как не скажу, Арбенина, оскорбляет наших граждан. Вы обратите внимание, как она вышла на сцену, как она называет наших граждан, 12 каких-то упырей написали жалобу, чтобы она не выступала, не давала концерты. То есть 12 граждан нашей страны, она просто взяла, оскорбила на аудиторию, не знаю сколько там было, тысяч человек, 500, не знаю. То есть обратите внимание, как она себя ведет. Я напомню вам, буквально год тому назад мы обращались в силовой блок, чтобы ее проверить на дискретаж специальной военной операции, потому что есть высказанные с ее стороны не очень хорошие о наших военнослужащих. Мы обратились, чтобы органы провели по этому поводу проверку. Но это чудо, это чудо побежало в определенные кабинеты, ей наверху простили все это и дали возможность, можно так сказать, реабилитироваться. Год мы ее не трогали, год мы не трогали ее, мы подумали, может быть мы ошибаемся, может быть действительно мы сделали какие-то прежде временные выводы по этому всему. За год я не увидел с ее стороны в зону специальной военной операции никакой помощи. Я думал, с ее стороны будет какая-то помощь оказана, поедут фуры, поедет реально какая-то гуманитарная помощь, она поедет даст концерты ребятам, побывает на передовых позициях, но нет, друзья. Эта лесбиянка только хочет зарабатывать в нашей стране деньги. Все. Ее сегодня вот во Владивостоке, я так понимаю, по решению мэра, было принято решение, чтобы ее не пускать в регион, чтобы она не давала концерты, ее просто не пустили. Она, соответственно, начала по этому поводу возмущаться. Ну, ее возмущение понятно, она хочет просто зарабатывать деньги в нашей стране, ни больше ни меньше. Все. Вот за год мы не увидели ее позицию. Она никак, нигде, ни разу не приехала. Дальше Ростова она никуда не поехала, кстати. Она доехала до Ростова, дала там концерт. Это после того, как ей разрешили. Я думаю, уже те, кто ей разрешил, они уже сами поняли прекрасно, что они сделали большую ошибку. Разрешать нужно тем, кто действительно, ну, действительно, вот, допустим, как Роман Белык, вот они действительно, ребята, они сначала что-то сказали, потом они извинились и поехали в зону специальной военной операции и по сегодняшний день туда ездят. Вот разрешать нужно этим людям, я согласен. Бывает, что можно ошибиться, нечаянно где-то что-то сказать, какое-то слово, ну, а потом уже об этом пожалеть 200 раз и, соответственно, сделать выводы по этому поводу. Но Арбейна вывод никаких не сделала. Эта ЛГБТшница чистой воды пропагандирует нам здесь непонятно что. Сегодня обзывает людей, наших граждан, завтра еще что-нибудь сделает там подобное. Поэтому я призываю губернаторов регионов обратить внимание на нее. Не делайте выводы раньше времени. Да, может быть, она хорошо поет, может быть, у нее хорошие песни, действительно. Но у нас сегодня идет непростое время и нам нужны артисты, которые будут поддерживать нашу страну, а не те, которые будут зарабатывать на наших граждан, на нас с вами, на налогоплательщиков. Куда деньги-то идут, непонятно, мы еще не знаем. Куда они эти деньги потом будут тратить, непонятно. Я понимаю, если бы они эти деньги тратили бы, часть своего гонорара тратили бы и оказывали помощь нашим военнослужащим. Но от них помощи нет никакой. Нереальной, нетворческой, неморальной, непатриотической. То есть нету помощи никакой. И самое главное, это желание. Желание одно, рубить деньги в нашей стране. Поэтому я прошу вас, как руководителя регионов, сделать и правильные выводы. Давайте мы все-таки к этой ситуации подойдем с точки зрения патриотичного настроя. Как сделал Олег Николаевич Кожемек? Пожалуйста. Принял правильное решение и посмотреть на ее реакцию. Она потеряла как минимум минус 5-10 миллионов рублей. И она уже начинает по этому поводу истерить. Если мы сегодня ей дадим прокатиться по всем регионам, она заработает как минимум 1,2 миллиона и положит деньги себе эти в карман. Но она эти деньги не будет тратить на помощь, оказывается, содействие нашим пацанам. Она просто будет на них жить, шиковать. Жить на широкую ногу, как она себе хочет. Она будет тратить эти деньги в Европе, где-нибудь в другой стране, но не здесь, не в России. Поэтому в связи с этим я еще раз говорю и призываю, и обращаюсь к руководителям регионов сделать и правильные выводы. У нас сегодня идет специальная военная операция. У нас сегодня там гинут наши пацаны каждую минуту. Каждую минуту наши пацаны погибают. А эти люди себе позволяют от нас вытирать ноги. И просто на нас зарабатывать с вами. Поэтому надеюсь, что Владивосток это будет примером. Ну а мы еще раз попросим Арбельну проверить на дискредитацию специальной военной операции. Меня никто об этом не просил, но мне кажется, что это очень правильно будет перед лицом Всевышнего попросить прощения за своих коллег, за тех людей, которые играют в Розен-Рок и которые почему-то вас до сих пор не обрежали в страшное для Украины время. Друзья, заходите в комментарий канал, ссылочка здесь будет внизу, подписывайтесь. Здесь я какие-то вещи не могу говорить, а там я более развернуто говорю и комментирую все эти вещи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!